Всем привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет отчет о прочитанных книгах. У меня их вот такая вот стопочка. Последний отчет, наверное, и по-моему единственный, был до Нового года. Тогда я остановилась на книге Мариконда «Магическая уборка». Вот, но как-то так сложилось, что весь январь и весь февраль я практически не читала. У меня были проблемы со сном и прочие проблемы, о которых, может быть, вы не знаете. Но я оставлю видео, посмотрите мой отчет и рассказ о проблеме со сном, если интересно. В общем-то, читать я начала где-то в апреле, и пока что книг, мне кажется, не очень много, потому что в большей степени, большую часть из них я прочитала довольно быстро. То есть единственное, что я долго читала, это Мариконда. Давайте с ней начнем. «Магическая уборка». Мариконда, Кон Мари. Что могу сказать? В принципе, книга хорошая для человека, который хочет вступить на путь размусоривания и, наверное, стремиться к минимализму в жизни, в интерьере чего-то такого. Почему я на ней застряла? Не то, чтобы она там тяжело читается. Читается она очень легко. И, как я говорила в предыдущем обзоре, то есть я прочитала где-то половину и на ней остановилась. Как я говорила в предыдущем обзоре, книга довольно интересная, то есть она, когда ты ее читаешь, хочется отложить и начать делать то, о чем ты только что прочитал. То есть она буквально заставляет тебя действовать, заставляет вставать и убираться, вставать и выкидывать всякий мусор, всякий хлам. Вот, в принципе, в этом плане она хороша. Почему я на ней застряла? Я дошла до главы о книгах. И книги – это моя больная тема. Я была очень расстроена главой о книгах. Мне очень не понравилось отношение Мариконда к книгам. Оно совершенно противоречило моему отношению к книгам. И я эту главу очень долго читала, недели две. Я никак не могла как бы свыкнуться с мыслью, что есть люди, которые допускают мысль, чтобы выкинуть книги. Или каким-то образом от них избавиться. Я как бы не вижу смысла вообще покупать книгу, если она тебе в принципе не нужна. Если ты ее хочешь прочитать и отдать дальше, возьми ее в библиотеке. А смысл покупать книгу, если ты от нее потом избавишься, вот этого я никогда не понимала. И эта глава меня единственная расстроила в этой книге. Все остальное мне нравится. И в принципе, если вы человек, который начинает свой путь в плане размусоривания и какой-то организации своих вещей в шкафу, то я вам советую эту книжку. И точно так же я могу посоветовать людям, которые уже встали на этот путь, но не знают, как бы с чего вообще все это началось. То есть такая как я, то есть как бы я встала на этот путь размусоривания. И я когда вообще загорелась этой мыслью и пришла к этому результату, что мне нужно размусориваться, я тогда только-только начинала интересоваться этой тематикой Кон Мари и даже не знала вообще, кто такая Кон Мари. И для того, чтобы вообще вникнуть в суть дела и, так сказать, припасть к истокам, то нужно обязательно прочитать эту книгу. Первую. Вторая у меня тоже есть, она сейчас в процессе. Дальше перейдем, что было следующим. Следующей книгой была вторая книга Ирины Соковых. Прочитала я ее, наверное, за пару дней. То есть она буквально таким простым, легким языком написана, совершенно ненапряжная. Но здесь название «Жизнь без хлама». Я бы назвала эту книгу автобиографичной. Потому что, по сути, никаких советов по тому, как жить без хлама, как от него избавиться и прочее, прочее вы здесь не найдете. Здесь Ирина в основном рассказывает историю своей жизни, каким образом она пришла к минимализму, как она его достигла, как она его поддерживает в своем доме, в своей семье, как к этому относятся ее близкие, ее муж, ее дочка, как вот она пытается все это совместить в своей жизни, вместе с минимализмом. То есть это полностью автобиографичная книга, на мой взгляд. Читается очень легко. Если вы поклонник Ирины, то советую. Если нет, то эта книга вам особой пользы не принесет в качестве стремления к минимализму, либо какой-то организации вещей в шкафу и так далее. Так, дальше у нас у меня были книги о полезном питании и каком-то таком здоровом образе жизни. Прочитаю вот эту книжку. Очень она немножко тяжело шла, но вначале она мне понравилась, в конце она совершенно не произвела на меня никакого впечатления. Она необычного формата, такая узенькая, похожа на блокнот. Вот, я здесь даже где-то пару пометок сделала, вот, загнула уголок. Книга вначале, чем меня заинтересовала, то есть в ней очень четко прописаны советы. То есть, знаете как, даже не так. Вот вы смотрите на эту книгу, что вы видите? Книга «Счастливой толстушки». То есть, обложка как бы говорит сама за себя. На самом деле нет, книга вообще не об этом. Книга о том, как... Не как похудеть, или даже книга не о том, как жить толстой, как смириться со своей полнотой, а книга о том, что, как бы с чего начать, если вы решили похудеть, и даже не просто с чего начать, а как понять, что у вас проблемы. То есть, не просто там в голове «я толстая», а то, что у вас действительно нарушение, и у вас там начальная, или вторая, или уже конечная стадия ожирения. Вот книга может в этом помочь. И вначале тут даются действительно ценные советы, то есть, к какому врачу нужно обратиться, какие анализы нужно сдать, и все в таком духе. И тут есть расчеты каких-то, ну, вот, личных параметров, там, БЖУ и прочее. Это тоже, в принципе, довольно интересно и полезно, если вы этого не знали. Здесь есть рецепты, есть диеты самые распространенные. Одну я, по-моему, даже себе взяла на заметку, она более-менее безопасная, потому что диеты я бы не советовала, если вы хотите похудеть, только правильное питание, никаких диет. Вы только себе навредите. Вот. В плане общего содержания книгу посоветовать не могу, потому что она скорее технического характера, нежели практического. И я ее получила в подарок при заказе из Лабиринта. В принципе, если бы я не выбрала ее в подарок, просто так я бы не стала ее покупать. Не слишком уж она какая-то особенная. В общем-то, посоветовать не могу. Ну, технический язык, очень сложно написано. И, по сути, человеку, который просто хочет начать правильно питаться, эта книга не поможет. Если человек осознанно пришел к мысли, что у него проблемы со здоровьем, но он не знает, с чего начать, даже просто банально пойти к терапевту, но в наше время пойти к терапевту довольно сложно, потому что, я даже не знаю, не могу это аргументировать, по крайней мере, в нашей поликлинике пойти к терапевту, это очень сложно. И потом, куда-то еще, чтобы тебе дали направление, это столько нерв надо измотать. В общем-то, то есть, человек, который осознает, что у него проблемы со здоровьем, но он не знает, с чего начать, да, можно прочитать эту книгу, ну, примерно одну пятую от начала, и вы поймете, с чего вам нужно начать, все остальное вам не нужно. Вот, как бы книга об этом. Потом, я, наконец-то, добралась вот до этой книги, и я просто безумно ее обожаю. Я прочитала ее, наверное, дня за два, или за три, и она очень легко отчитается. Несмотря на то, что здесь есть куча каких-то научных терминов, при этом они очень четко разъясняются, очень простым языком, все понятно, все ясно, никаких лишних вопросов не возникает. Я думаю, вы видите, здесь закладочка, я сейчас использую эту книгу практически как настольную, она у меня постоянно под рукой. Эта книга затмила собой все книги о каких-то здоровом образе жизни, о каком-то правильном питании, там, раздельном питании. Просто потрясающая книга, потрясающая, и я ее могу всем посоветовать. Действительно, я прочла, у меня, наверное, перевернулось вообще восприятие о правильном питании, я развеяла кучу мифов в своей голове и узнала много нового из этой книги. И сейчас я, можно сказать, что веду дневник питания по этой книге. Здесь есть рецепты, здесь есть упражнения, здесь очень много интересной, познавательной информации. Ну, просто потрясающая книга. Я, не знаю, эту книгу я никогда никому не отдам, она просто моя любовь теперь. Я очень рада, что познакомилась с этими людьми и приобрела эту книгу. Книга потрясающая. Если вы хотите начать здоровый образ жизни, опять же, но не знаете, с чего начать, прочтите эту книгу и у вас все в голове сложится. Вот все сложится. Я сделала себе выписки в дневник питания, какие-то самые важные. Я взяла несколько рецептов отсюда. Я делаю упражнения из этой книги. И, я не знаю, просто вот, даже несмотря на то, что здесь есть рецепты и какие-то упражнения, сама книга мне очень сильно помогла разобраться вообще, что такое правильное питание и как к нему правильно подойти, с какой стороны. Потому что в интернете, конечно, очень много информации, но ее очень много, и она сумбурная. А так, чтобы тебе кто-то все по полочкам разложил и объяснил, что, как, чего и вообще с чего начать, вот здесь вот все есть. Все по полочкам и с чего начать. Просто потрясающая книга. Ну, не могу больше ничего сказать. Потрясающая книга. Советую обязательно прочесть, если вы решили, что, ну, правильное питание, вы хотите заняться правильным питанием и вообще вести здоровый образ жизни, советую эту книгу. И, одна фраза из этой книги, которая, наверное, тоже, я с ней согласна, просто бесповоротно, правильное питание, это не то, что вот вы начали правильно питаться и вот заниматься спортом и все, как бы это вот, вы привнесли что-то новое в свою жизнь. Нет, правильное питание это образ жизни. Вы должны его чувствовать, вы должны этим жить. Вот, и это круто. Это не то, что там вот диета на какой-то период времени. Вы должны погрузиться в это. Вот. В общем, потрясающая книга, эмоций масса, и я могу о ней говорить и говорить, и говорить. И то, что я сейчас питаюсь и спортом занимаюсь по этой книге, ну, опять же, в общем, вы поняли, просто потрясающая книга. И, одна из последних, что я прочла, вот эта книга, она тоже досталась мне в подарок при покупке из магазина «Лабиринт». Хорошая книга. Здесь тоже есть рецепты, есть рецепты не только питания, но и рецепты по уходу и какие-то домашнего приготовления, крема, маски, упражнения, рецепты по питанию, какие-то такие нюансы. Ну, как бы, много всего собрано и разные виды, как бы, как сказать, разные виды упражнений в разных техниках упражнений, если так можно выразить. Сейчас я попробую по... Ну, вот, например, да. Йога-аэробика, степ-аэробика, коллагенетика, занятия в зале, фитбол, пилатес. И в каждом разделе приведено несколько вариантов упражнений касательно упражнений на область груди. И просто можно выбрать те упражнения, которые вам более-менее доступны. Вы можете их выполнять, и у вас не вызовет это сильных затруднений. Вот. Книга довольно интересная. Почему за 30 дней здесь приводятся упражнения, которые нужно выполнять каждый день в течение 30 дней. Также соблюдать питание 30-дневное определенное. Здесь оно тоже приводится. Ну, можно просто правильно питаться, как вы это делаете обычно. И также делать какие-то маски, кремом мазаться. То есть все это делать в течение 30 дней. За 30 дней у вас будет офигенская грудь. Ну, насчет действительно оно так или нет, я не знаю. Но сама по себе книга очень хорошая. Советую, если у вас пышная грудь, и у вас вы заметили, что у вас появились какие-то проблемы, начала она немножко обвисать, стала более рыхлая, может быть, кожа ослабла, то советую эту книжку. Очень хорошие советы, которые очень легкие и ненапряжные. То есть можно вполне им следовать. Вот такая у меня небольшая была стопочка из пяти книг. Я думаю, что мое мнение было интересным. Если вы что-то читали, расскажите в комментариях, понравилось вам это или нет. Может быть, вы думаете почитать, но не можете решиться, стоит ли. Вот интересно ваше мнение услышать. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ставьте пальчик вверх или куда-нибудь. Жду ваши комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Пока-пока!